Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире утренняя программа Кокщенуре. И сегодня, в этот прекрасный летний день, мы хотим поделиться нашим позитивным настроением вместе с вами. Я, Кайрлыттан, Казағел. Жаңа басталған күн, арысымен берегесінің ала келсінің. Жұмыстарыңыз бен алға қойған істеріңіз оңынан болсын. Қасиетті жұма күні мөдәрек болсын. Я, күметті достар, қасиетті Рамазан айының 30 гүн оразасы да уақытша бізбен қоштасты. Оразаларыңыз қабыл болсын. Айт мамазынан ниеттені парайын деп жатсаңыздар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Әлемнің жеті кереметі көрі, есті, сөйлі, сүйі, сезінің, ойлау, қуану, арайлау атқан әртандарыңызда осы жеті кереметтің түгір болуын баршаларыңызға шын жүріптін тілейін. Студияда Зарина. И мой замечательный соведущий Мирамбек. Спасибо, что начинайте этот день вместе с нами. Ну а сейчас традиционно мы с Мирамбеком предлагаем начать утро с музыкальной композиции. Давайте послушаем все вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Стопы ровнее и спешим Два 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 Колено Правое, левое Оба Джамп, джамп Веселее Джамп Молодцы Все, руки на пояс, переходим на быстрый марш Не останавливайтесь резко Молодцы, еще четыре Три Два Шаг и марш Всегда начинаем с правой Правая впереди, марш Выше коленя, правая Правая, правая, идем Четыре, три, два Степ тач, степ тач Сгибаем колени Стопы параллельно Четыре Три Два Захлест Захлест Корпус на месте Захлест Четыре Три Два Степ тач Степ тач И добавим прямые Выпрямляем локти Корпус на месте Четыре Три Два Захлест 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 Степ тач Степ тач Не останавливаемся резко У нас быстрый темп Четыре Три Два Еще один Все, руки в сторону В сторону И давайте Каждый себе Похлопаем Снизу наверх Снизу наверх Хлопаем Каждый себе Четыре Два Все, молодцы Марш Марш Выше колени Корпусом не работаем Корпус на месте Четыре Три Два Ну и теперь Шире шаг Все остановились Делаем вдох на месте Не спешим Выдох Еще и сделаем Два раза Вдох Выдох И еще заключительный вдох Молодцы Все, ну и теперь Стопы вместе Согнуты колени Обхватили колени руками Обхватили колени Заводим аккуратно Вправо Аккуратно Вправо Вправо Расслабляем колени Заводим влево 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 Аккуратно И чередуем Сначала вправо Влево Прям аккуратно Вправо Влево Все, молодцы Вырастаем наверх Шире стопы Шире шаг Делаем с вами вдох Вдох Выдох Еще и сделаем Садимся уже ниже Не спешим И заключительный вдох Вдох Выдох Все, молодцы Собираем стопы Ну что Очень аккуратно Заводим плечи назад Очень красиво Очень красиво Ну и теперь все остановились Спинаровные Живут все нуля И все вместе со мной Очень красиво Одна в сторону Всем огромное спасибо Все молодцы Занятие окончено Субтитры создавал DimaToran 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 На областном Отборочном туре Совсем скоро Будет проводиться Сам конкурс В Боровом Расскажите Как проходит подготовка Вообще министерство культуры И план Да Министерство культуры и спорта Проводит этот Такой замечательный Международный фестиваль Куда приглашаются Пригласили Со всех углаков страны Одаренных детей По разным номинациям Это вокальное Инструментальное Хореографическое искусство И мы очень рады Что мы попали Прошли отборочный тур И попали на этот фестиваль Подготовка конечно Идет серьезная Потому что мы будем Представлять Атмольнскую область И будем конечно Стараться Гордо Как бы Заявить о себе Чтобы быть на уровне Да У меня много учеников Я давно занимаюсь Преподавательской деятельностью И как бы Это для меня не впервые Насколько известно Тебя сегодня пригласили Сюда Кукштау на концерт Расскажи что за концерт Где он будет проходить Что ты будешь исполнять Бүгінгі концерт День медиков Осы бүгінгі концертте Мен Джамайканын айтаму Ох ты Жақсы бейбарыс қарыш Подожди А почему ты выбрал эту песню? Бүгінгі концертте 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 Бүгінгі murder Знаете Ис dealer Бүгінгі концертте Н fit Ильюш Бүгінгі концертте Морьон Воев Я не знаю, как мне смейся, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дорогие телезрители, напоминаю вам, вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокшенура. Напоминаем, наш телефон 25 25 05. Я Ахумат Гурмидерч. Айнур, мы были рады, что вы пришли к нам на программу, приехали издалека. Виборес, желаем тебе победы на предстоящем конкурсе. У тебя все получится, я уверена. Хорошо тебе выступить сегодня на концерте в честь Дня Медработников. Айнур, вам терпение, успехов, всегда поддерживайте его. У тебя замечательный преподаватель. Прямо сейчас прямом эфире ты можешь передать привет своим близким, своей семье, друзьям. Прямом эфире телеканала Кокшен. Да, эфиры тезген сезге берег. Жақынларыңызға сәлем жоңағыз. Осы, біріншіден Кокшенуру бағдарылымасын көремендерін, айт мерекесімен қыттықтаймын. Ой, барекабда. Жақындарыма, отпасыма, жанкерлеріме сәлем жолдайым. Берешірген. Айнур, у вас тоже есть возможность. Я тоже всех поздравляю с сегодняшним праздником. Поздравляю медицинских работников. Желаем успехов в их нелегком пруде. Всем спасибо. Большой привет нашим родным. Жақсы, Айнур ханым, бейбарыс мұрза. Сіздерге тек қаныш ғармашылық табыстарының бейк-бейк пелестерілі бағандырыларыңыз өтілеймін. Бүгінгі концертте Абруаймен атқарып шақ. Дақыт. Алтын уақыттыңызды бөліп келген деріңізде көп түнгі балысымызды білдіреміз. Ал біз қымат көремендер әрі-ғарай жағастырам. Сіздерің қыматтыңызды тағы бір тамаша әуізді ән болсын. Ән түрінде көмілдерің жайдары болсын. Не переключайтесь. Ән түрінде көремендер әрі-ғарай жағастырам. Армандарың қос қанатым, көң әспанда еді мекені. Білемесің жаным көптен, қосыла қанаттың екені. Қанатым жоғын байқап, қанатымды қайтар сұраймын. Сен жүресің көкті шайқап, ал мен күнде көктен қылаймын. Көздеріммен оға мені, сөздерімді саған айтар. Өттінем сенен енді, қанатымды өзіме қайтар. Саңғаймыз епір күн бірге, қаладымды алып кетіпен. Бені тастап кеттің түнге, қанатымды қайтар өтінім. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 как лейкоз, это раковое заболевание, поэтому я их уважаю за их героизм, потому что мы с ними сотрудничаем и работаем. То есть это не только один процесс со стороны врача, это сотрудничество между пациентом и доктором прежде всего. Поэтому что я могу сказать, вот анализируя уже 15 лет я работаю, что прежде всего, что вызывает, что приводит к иммунному срыву, и к проявлению, провоцирует заболевание не только крови, это прежде всего наши стрессы. Поэтому я могу посоветовать, чтобы люди любили себя, это самое, наверное, главное, любили себя, любили свою жизнь, свое здоровье, потому что то, что нам дано Всевышний, нужно уберечь. Мы, в принципе, рождаемся в основной массе здоровой уже, и, к сожалению, не вредные привычки, ведем нездоровый образ жизни, не соблюдаем режим, думаем, что вот-вот-вот, потом будет время, мы отдохнем. К сожалению, нет. Поэтому прежде всего, это нужно любить себя, относиться своевременно, приходить, конечно, на медосмотры. Сейчас у нас все делается со стороны здравоохранения, государства, диспансеризации, очень много всего, бесплатный в ГОМ, то есть это только способствует ранней диагностике. Сейчас у нас медицина идет семейными шагами, да, в диагностике у нас есть все. Мы можем себе позволить и цитогенетически, молекулярно, и мультиментифирно, то есть все, что раньше не делать. Когда я только пришла, у нас, к сожалению, не было таких возможностей, когда только-только все начиналось. У нас и обеспечение замечательное, то есть лекарственное мы можем себе позволить все. И у нас протоколы соответствуют международным протоколам, таким как передовым государством, как Германия, Израиль. То есть от самого населения, это беречь себя, своевременно обращаться за медицинской помощью, быть грамотным в этом плане. Созданы все условия для пациента. Все условия, абсолютно. Только нужно еще, чтобы это было сознание пациентов, что это прежде всего он заинтересован сам в своем здоровье. А вот проводятся ли профилактические мероприятия, допустим, со школьниками, студентами? Или, может быть, вы планируете? Ну, конкретно наше отделение гематологии, как таковы, нет. Но в первичном, да, по МСП, это поликлиники, конечно, да. Если нас приглашают, то мы можем спокойно провести лекцию, объяснить это все. Просто у нас специальность очень редкая, то есть мало кто знает. Поэтому мы в основном приглашаем педиатров, терапевтов, инфекционистов. А сколько лет вы обучали своей профессии? 7 лет плюс интернатура, и мы ежегодно обучаемся. Первичная специализация в Москве 4 месяца ежегодно. И у нас наша больница с нашим руководством, они, в принципе, будут предоставлять все возможности. То есть мы неоднократно стажировки и семинары заграничные были. Поэтому то, что мне нравится, у нас врачи учатся постоянно. То есть это текущее обучение не бывает. Каждые 5 лет за счет больницы мы обучаемся, у нас идет усовершенствование. 7-8 лет, это уже немало времени. 8, да. Это, как бы говорится, армия, это экзамен для девушки, а не в академии для парней. Сейчас больше, сейчас уже, конечно, больше. Сейчас данные наши уже студенты будут учиться лет 12. Вот сегодня профессиональный праздник медицинских работников. Повторюсь еще раз для наших телезрителей, кто не знает. Бахатгуль, что у вас сегодня запланировано? Как вы будете отмечать? Как будут отмечать наши врачи? Вы сказали, что у вас в коллективе только 3 человека по этой специальности, да? У нас три гематолога. Три гематолога, да. Три гематолога у нас. Еще из утропщайся сейчас. У нас сегодня будет торжественное мероприятие. Общегородское, даже немножко что, областного уровня. Да как, общий талой будет. Вот как Кокштау, Бейбарыс был нашим гостем до вас. Он будет сегодня выступать. Вы слышали его выступление? Ну так, как он пел. Слышка. Замечательно. Безде казахтын балларсы ондай в вете. Талапты, талантты, дарында. Жасы, Махты Кюльханым, сезге осынайсерах полосын. Баска, калаларда, осы, сала, каншалкты тамыга. Безде Кокштау-каласын, демек, ондайкатты, нетпеген, душа, адам, кузы, митча сайты, а Астана, калаларда, бултуралы ахпараттар. Ну, такой же специфика. Она, возможно, в Петропавловске там вот доктора три. В Кустанай, значит, только один доктор. В Павлодаре их всего, ну не больше трех. Один, два, то есть мы штучно. Сіздер де козыл китапка герегите. Козыл китапка. Самая основная масса это все в Астане. У нас там не больше. Прежде всего, да, мы тоже хотели бы, я с радостью профилактикой бы занималась, поэтому, да. Ну, интересно. Вы объясняете очень интересно. Предлагаю прервать наш диалог на несколько минут и посмотреть рубрику, подготовленную нашими коллегами. Да. Музыка зерттеушілері әнде ежелгі түркі манголдық сарын бар дейді. Япурай анының шығу тарихын атақты композитор Илья Жақаныф зерттеген. Ол, зәуре шатты жинағында, орал өңірінен әннің екін ұсқасын Александр Затайевич тапты деп жазад. Екі үнде де ән «Япырым» деп аталған екен. Біріншісін Шомбал Доспанбаев, екіншісін ғалымжан Шыналеев жаздырған. Сөйтіп, Япурай анының алғашқы болып, нотаға түсірген Александр Затайевич екен. Музыка зерттеушісі Илья Жақаныф Япурайды Виолончилде балбыратқанда, Бетховеннің айлы санатасын түңдағандай бір ғажайып әлемде енемін дейді. Қазір Япурай аны түңдармандардың зор сұранысына ие. Оны Бекбулат Триухан, өмір құлайын язық, шаба әден құл ғызысынды өнер майталмандары кемеріне жеткізіп орындап жүр. Шәкен Айманыфтың тақиялып перште фильмінде Ермек Серкебаев әнді опера жанрында шырқаған. Алы Япурай анын заманауи бағытта өндеп, халқаралық денгейде насихаттап жүрген өнерпаздың бірі Арай Айдархан рок стилінде шырқады. Халқымыздың рухани қазынасына айналған классикалық әннің тарихы осындай. Сұландың көп өтіліп япур, марған ағары. Арнамызда жаңадан қосылан көріменділі болса қайрылтан дейміз. Естерінде салы кетейік. Бізде конактің бақыт күн мера анына келіп, ақылатты әбзал жан, салаватты өмір салты жалты дент саулық сақшысы. Сұхбатымыз дәрғырай жалға астыра тұрайты. Мен көемілген сұрак, ақылатты әбзал жан дейміз, переште сияқты жан дейміз, сіздерді өте қатты жаксы көріміз. Сұракан бенде дәрегер болға қыратты құрайтығы қыратты қаға қыратты қаға қабілтар бұл қыратты 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 қыратты. Ну, как по мне, самое главное, это дисциплинированность. Это, прежде всего, дисциплина, это ответственность. Мы должны понимать, какой груз ответственности на нем, что мы несем за ответственность за здоровье пациента, прежде всего. Это понимание, наверное, может быть, холодный ум какой-то такой, когда мы можем и вне эмоций четко оценить ситуацию и понять. Сочувствие, сострадание, милосердие – это основа, конечно, нашей профессии. Понимание, мы должны понимать, потому что, видите, пациенты к нам приходят, естественно, чаще нездоровые, далеко, да, и у них энергетически они все являются вампирами. Поэтому здесь нужно дать им то, что, и даже они иногда приходят, выговорятся больше. Нужно терпение выслушать их и дать то, что они хотят. Бывают даже то, что им, возможно, не нужно, им нужно выговорить и сказать. Мы даже где-то как психологи зачастую работаем, потому что бывает так, что накладывается работа, стресс и все это остальное. Поэтому, естественно, мы должны саму причину выявить, из-за чего это возникло, не лечить последствия, как бывает, зачастую, и по синдромам. Вот, вот, головная боль, далее анальгин, а что привело к этой головной боли, да? Какие переживания, почему это так? То есть мы начинаем проговаривать уже, какой режим, как вы питаетесь, как это надо все это делать. То есть нет мелочей в нашей профессии, в каждом. То есть это не завершается постановка диагноза, вот вам препараты, лечения, нет. То есть это работа у нас в основном пациента диспансерных, которых мы знаем уже годами, но уже они нам как родственники. Поэтому приходят, мы лечим все, мы не только заболевания крови, мы лечим и пневмонию, и гепатит, и гастрит, и придут и расскажут про свою личную жизнь, что вот у них там какие-то неполадки, совет дадим. Поэтому это нужно всегда ставить себя в позицию или этого пациента, или родственника этого пациента, как бы мы хотели бы, чтобы отнеслись к нам или, не дай бог, к нашим близким. А вот как вы думаете, вот это вот терпение, такие качества присущие врачам, медицинским работникам, они должны на фоне практики как-то... На фоне практики, перерабатываться в характере, или же это должны преподавать в университетах? Ну, сейчас у нас вот насколько уже вроде как начали преподавать, но когда я училась, а такого не было. То есть нам давали, да, там, узологии, специальности, такого акцента не было. Это уже вот лично мне, наверное, пришло уже с работой, с практикой. Плюс, наверное, личностные какие-то, да, свой характер уже, то есть понимание. Потому что я считаю, что в медицине нету случайных людей. Если человек уже выбрал медицину, то значит у него эти качества уже заложены. То есть где-то он понимает, потому что идти в медицину, мы же понимаем, что точно не за деньгами, так как сколько зарабатывают медработники, врачи, это однозначно. Я хорошо помню, я завершал школу в 90-е годы, когда родители у нас были без зарплаты, помните, там, бывает, что месяцами не платили. Я хорошо помню, как мне классно руководитель отговаривал от моего выбора. Она говорит, вот у меня мама учитель, вот и такие же бюджетники, вот ты будешь без работы, то есть с работы, но без зарплаты, и вот как-то... Я это уже особенно понимала, и я хорошо, и мне это не один человек все это проговаривала. Я знала, что даже если, конечно, не хотелось бы, но даже если так придется, что все равно, конечно, свою помощь я буду оказывать. То есть я к чему, что нету случайных людей. Человек, который идет в медицину, он же понимает какая-то ответственность. Как это все серьезно. Я разменед был, это я к его маман, мне кажется, всем врачам... Подожди, хочу задать вопрос, а как вы относитесь к поэзии? К поэзии замечательно. Замечательно. Есть любимые писатели, стихотворители? У меня любимый писатель — это Булгаков. Очень люблю. Булгаков? Булгаков, да, ну, учитывая, что еще он коллега, можно сказать, что да. И поэтому его произведения мне очень близки. Мои одну из любимых, «Мастера Маргарита». Ну, из поэзии это, конечно же, Ахматов и Синник. Ну, к сожалению, с нашей работой вот сейчас, и я больше читаю уже специальную литературу. И с радостью хотелось бы уже действительно вернуться. Предлагаю сделать небольшую поэтическую рубрику. Спасибо за субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok 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 После окончания медицинской академии города Астана был направлен в Акморинскую областную больницу и уже с 17-18 год работаю на одном месте в урологическом отделении Акморинской областной больницы. Начинал врачом-ординатором, затем старшим ординатором и сейчас являюсь заведующим урологического отделения. За эти годы прошли много этапов, много стадий развития урологии в нашей области, нашего города, нашей больницы. Поэтому, какие новости происходят в жизни в урологии, в развитии урологии, мы стараемся их внедрять в нашу практику, во благо нашего населения, здоровье наших больных. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уже сколько угрозов. Сказал, что у刚才 бывают дети, конечно, это призмированы люди, которые ученые, которые учатся, которые учатся, учатся, самая они знаменитые внимательные слова. Потому что у них такие слова «Медицина», «Авуэ», «Авуэ», «Эпидемиология», за сезон, «Эпидемиология». Как вы получите их написать… Они известны эти слова как из братства? На этом это я спасаю несколько лет. А на каком курсе вы сейчас? Уже кто бы еще стоит учитыв? Учитывая хорошее, наверное, учащим не учится. Какой учащий был учитыв? В данном мире тапсимы? Сейчас в 2 битве классная, мы учащимся в 4-м. А по Канчанию колледжи куда планируете? Казахстан, Кокшитау медицинал колледж. Казахстан, Кокшитау медицинал колледж. Казахстан, Кокшитау медицинал колледж. Кокшитау медицинал колледж. Субтитры делал DimaTorzok Не хочется как никогда и освежающие напитки лучшее решение. Мы приготовили для вас 5 лучших рецептов прохладительных безалкогольных напитков, которые принесут удовольствие в самый знойный летний день. Английский дачный коктейль. Ингредиенты. 120 мл свежезаваренного черного чая, 150 г малины, колотый лед, 1 чайная ложка сахара, мята и ломтик лимона. Приготовление. Наполняем бокал для белого вина кусочками колотого льда. Выжимаем малиновый сок и не забываем оставить пару ягод для украшения напитка. Добавляем сахар в чай. Наполняем бокал чаем, добавляем малиновый сок. Украшаем напиток мятой, ломтиком лимона и ягодами. Фруктовый чай со льдом. Ингредиенты. 3 чайные ложки черного чая, 1 лимон, 2 апельсина, клубника, мята, сахар и лед. Приготовление. Снимаем цедру с лимона и апельсина, выжимаем из них сок. Сначала режем и затем измельчаем мяту. Завариваем черный чай вместе с мятой и цедрой цитрусов. Добавляем сахар по вкусу, вливаем лимон и апельсиновый сок. Охлаждаем до комнатной температуры и добавляем кусочки льда. Украшаем и подаем к столу. Шипучий чай с мятой. Ингредиенты. Черный чай, газированная вода, сахар, лимон и сок, мята, кубики льда. Приготовление. Завариваем и остужаем чай. Добавляем сахар, газированную воду и лимон и сок. Наполняем бокалы льдом и наливаем в него напиток. Украшаем веточками мяты. Аквафреш. Ингредиенты. Вода, персик, 200 грамм дыни, лимон, кубики льда и мед. Приготовление. Очищаем дыню и персики от кожуры. Нарезаем фрукты кусочками, выживаем лимон и сок. Кусочки фруктов кладем в чашу блендера, добавляем туда воду, мед и лимон и сок. Все перемалываем до однородной массы. Перед подачей добавляем напиток кубики льда. Клубничный лимонад с базиликом. Ингредиенты. Вода, клубника, базилик, лимон, сахар, лед. Приготовление. Нарезаем клубнику тонкими ломтиками. Несколько ягод нарезаем пополам. Снимаем цедру с лимоном. Складываем в чашу блендера клубнику, нарезанную пополам, и базилик. Добавляем сахар, лимонную мяту и цедру. Взбиваем все до однородной массы. Получившееся пюре заливаем холодной водой и оставляем на 30 минут в холодильнике. Лимонад из клубники процеживаем, чтобы избавиться от мякоти, листьев и клубничных косточек. В бокалы кладем несколько кусочков клубники и кубики льда. Затем наливаем наш лимонад. Затем наливаем наш лимонад. Затем наливаем наш лимонад. Вопрос в том, что у нас есть практика, онкология, онкология, онкология. Вопрос в том, что у нас есть практика, онкология. Вопрос в том, что у нас есть практика, онкология. Вопрос в том, что у нас есть практика, онкология. Вопрос в том, что у нас есть практика, онкология. Вопрос в том, что у нас есть практика, онкология. Вопрос в том, что у нас есть практика, онкология, 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 онкология. Вопрос в том, что у нас есть практика, онкология. Вопрос в том, что у нас есть практика, онкология. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok